Новомихайловский снова под ударом стихии. И в этот раз удар сильнее прежнего. Наводнение, как и в Крымске, пришло ночью, но, к счастью, у многих разбудились сирены. Система оповещения в поселке сработала эффективно. Большого количества жертв удалось избежать. Пока четыре человека числятся погибшими и трое пропавшими без вести. О том, как поселок справляется с последствиями стихии, в следующем сюжете. То наводнение было вот так. Вот так было. То наводнение, а это вот. Вот так можно измерить масштабы беды. В Доманово-Михайловцев пришло еще больше воды. И это после масштабной чистки русла нещипсуха. Вода быстро пришла, очень быстро. Сильное наводнение, сильнее, чем в тот раз было. В 92-м году. Вот это было первый раз. Вот в 2010-м году второй раз. И сейчас третий. Все выше и выше. Причиной сегодняшнего наводнения, паводка, явились очень сильные осадки на метеопосту в Дефановке. У нас отмечено 164 миллиметра осадков. Это осадки, сопоставимые с осадками, прошедшими в паводке в Крымске. Ранним утром в поселок уже прибыли первые отряды МЧС во главе с начальником главного управления. В администрации пытались оценить масштабы трагедиям, решали, сколько сил потребуется для ликвидации последствий. 23.45 поднялась начало подъема воды в поселке Новомихаловск. 23.45. За 30 минут за счет поселения. Я 2 километра на машине проехал, вода из такого ручейка раздалась на сочетку. Первая картина такова. Пострадали не менее трех тысяч человек. Четверо погибли, трое пропали без вести. Нет электроэнергии, парализовано водоснабжение. К 9 часам утра в поселок прибыл вице-губернатор Джамбулат Хатуов. Состоялось первое заседание оперативного штаба. Были обозначены первостепенные задачи – организация доставки воды и гуманитарной помощи. По решению губернатора сейчас в Новомихаловске доставляется гуманитарная помощь. Мы рассчитываем, что уже через час-полтора мы будем его предлагать каждой пострадавшей семье. Это предметы гигиены, это сухпайки. Водой были смыты сразу несколько трупов, в результате чего 15 тысяч человек оставались без воды, которая им так необходима. Доманово-Михайловцев под потолок в грязи. Уреждены переходы через две реки, основные водоводы. Значит, сейчас материалы загружаются в Краснодар и сюда отправляются с завода. На восстановление потребуется, я так предполагаю, где-то суток-двое, не меньше. На подъездах к посёлку образовались огромные пробки. Такая ситуация затрудняла доставку необходимых грузов в установленные сроки. И здесь я попрошу нашу, так сказать, уважаемую полицию отработать в полном мере. Значит, где нужно оставить в ручном режиме полицейских, ГИБДД и разруливать, разруливать ситуацию для того, чтобы движение продолжалось. Часть вопросов всё же решалась достаточно оперативно. Так, больницу эвакуировали уже в первой половине дня. Силами сотрудников и волонтёров приступили к очистке и просушке помещений для скорейшей подачи электричества. Дети и взрослые сейчас переводятся, тяжёлых два пациента, в краевую клиническую больницу. Эти пациенты находились в реанимации. Один ребёнок в перинатальный центр, в краевой. Остальные пациенты переводятся в больницы города Туапсе. Новомихайловский в очередной раз лишился двух пешеходных мостов. Пострадали и многие отдыхающие. Некоторые лишились транспорта, денег и документов. Надежды на какую-то помощь у них нет. И всю ночь просидели на дереве. Мы голые с мужем. Как и есть абсолютно голые. Потому что было холодно, потому что в трусах были. Нам люди дали одежду. Ночью к нам постучали, вы бегайте быстрее. Я говорю, а вещи? Нет только ценные вещи и паспорт. А вещи, как не успеете спасти. Ну, мы всё схватили на четвёртый этаж. В четвёртый этажах она не пошла. Мы приехали сюда отдыхать. И у нас машину оставили около моря и палатку там поставили. И у нас в первую очередь унесло машину и палатку. И мы остались без документов, без всего. Местным жителям дают возможность написать заявление. То нам всё, то одного к одному поставят, то к другому. И в итоге заявление не принимают. А как нам быть? Были поставлены задачи установить сразу несколько штабов по всему поселению. Осуществляли приём пострадавших. Оказывали консультации и первую медицинскую помощь. Где-то успели организовать питание, где-то даже горячее. Также нами организовано на стационарных пищеблоках курортной отрасли приготовление пищи для пострадавших. Мы обеспечим трёхразовое питание гражданам. Тем не менее, многие были в растерянности. Информация доходила не везде хорошо, особенно в отдалённых районах. Из-за напряжённой ситуации возникали десятки конфликтов. Ещё есть такие закутки, есть такие уголки, где мы ещё не были не за монетарной помощью. Люди ещё не знают, куда идти, где их штаб и так далее. Очень правильная идея, что поселок разбили на штабы, на четыре штаба. Порядка восьми штабов. Значит, это примерно аналогия Крымска, но абсолютно поддерживаю её. И я уверен, что она здесь сработает достаточно положительно. На следующий день в посёлок прибыл главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он лично оценил масштабы ущерба от стихии, проверил, какие меры приняты, чтобы избежать ухудшения санитарной обстановки в условиях дефицита воды. Задача стоит о том, чтобы какая бы ни была ситуация, такая, какая произошла или, может, даже ещё хуже, потому что, к сожалению, на погоду мы влиять не можем, чтобы они обеспечили устойчивое функционирование. В посёлок были стянуты серьёзные силы волонтёров. Так, 30-я школа уже к вечеру была практически очищена от слоя грязи и в скором времени должна быть готова к ремонтным работам. У нас в отличном состоянии второй, третий этаж. У нас это уже не тот ремонт, который требует того, чтобы мы ремонтировали фасад, кровлю снимали. У нас сохранилось ограждение. Но, конечно, волна была такой силой, что первый этаж нам затопило очень сильно. На самом деле было очень сложно довольно-таки собрать ребят. Почему? Потому что летний период, каникулы. Но, когда случилась эта беда, оповестили, обзвонили, спросили, есть ли желание. Некоторые студенты даже буквально вчера звонить стали сами ближе к вечеру и проситься, чтобы помочь. Все вместе мы справимся с ней. То есть вузы объединились, также мы пошли на помощь, на встречу. То есть, когда мы услышали, мы решили поехать как волонтёры, помочь. Правда, 1 сентября учащиеся встретят не в родных стенах. 1 сентября для этих учащихся начнётся в здании 35-й школы. Под нашим контролем, согласно поручениям губернатора. Русская православная церковь, ввиду последних событий, также обеспокоена частыми катаклизмами в Краснодарском крае. В Новомихайловскую школу прибыл Герман, епископ, ейский векарий и кселенодарской епархии. Теперь школа ещё и под защитой молитвы. Хочется, чтобы в эти трудные дни и часы, и минуты проявилась любовь к состраданию. Церковь, как и в Крымске, вновь протягивает руку помощи. Новомихайловскому, как и Крымску, помогают все и Кубанию. На территорию посёлка развернулись пункты раздачи гуманитарной помощи. Так на территории храма проходила акция «Вторые руки». Лишённые всякого имущества жители посёлка имели возможность обрести одежду и обувь. Сердце нашей акции – это наше милосердие. И поэтому акция «Вторые руки», всё, что может каждый человек посильную помощь оказать, он приходит индивидуально в дома, помогает. И это хорошо, что мы милосердны, это хорошо, что мы помогаем друг другу. И, наверное, это самая главная такая тяжёлая ситуация, какая сложилась сегодня. Ваш размер, поверьте мне. Ваш размер. А калоши, вот сейчас я свои. Я в них работала. Ничего страшного? Ничего. Ну вот, сейчас я вам достану. Правда, мои. Может, великоваты, но ничего, большие. А мне большие и надо. Вот. Мне сороковой размер надо. Вот это и есть сороковой. Пойдут? Пойдут. Посёлок уверенными шагами возвращается к жизни. В считанные дни было восстановлено водоснабжение и электричество. Опыт, полученный в ликвидации крымской трагедии, во многом пригодился и в Новомихайловском. Общий настрой. Достаточно позитивный. Люди с пониманием. Хотя, вот они действительно, все практически сделали ремонт. Все уже год или два последних работали, тратили деньги федеральные, краевые, свои накопления. И, так сказать, конечно, я начинаю всё сначала, как говорится. Но, тем не менее, вот я вижу, что общий настрой и атмосфера, она такая, ну, я бы сказал, рабочая.